Алексей Бобринский, Эрмита Петербургская сказка, глава седьмая, на дне. Всего за полдня Федя повидал столько странного, что если бы он был взрослым, то, наверное, давно бы с ума сошел. Но, к своему счастью, Федя учился только в пятом классе. И сходить с ума ему еще было рано. Оказывается, в Троицком мосту тоже живут Эрмиты. Это они каждую ночь запускают сложный механизм, разводят мост и открывают путь кораблям. Пока Иоанн с Федя пролезали между шестеренками и рычагами, Теодор собрался в самый гуще механизмов и сообщил оттуда. «Значит так, дяди Пантона спрашивать не будем, куда деталь вставлять. Сами все сделаем. Все починим, пусть порадуются». Ребята еще некоторое время плутали в недрах моста, пытаясь отыскать подходящее место для шара. И вот Теодор воскликнул. «Нашел! Сюда!» Он указал на зазор между двумя шестернями. «Сюда можно вставить! Доставай этот самый подшипник, Федя!» Иоанн уже было приготовился водрузить шар, как вдруг послышал все встревоженный голос. «Эй, малый! Ты что делаешь-то? Ты это того! Не надо!» Иоанн обернулся и увидел своего дядю Пантона. Тот был, как обычно, с ног до головы перепачкан машинным маслом и копотью. Федя очень удивился, увидев на Пантоне сияющий чистотой синий-бело-голубой шарф. «Вы что это, ребята, выдумали? Мост мне сломать решили! Слышь, пролет!» Обратился к дяде к совсем уж чумазому Эрмиту, который появился привлеченными голосами. «Мои племянники с собой человека привели, да еще хотят тут диверсию устроить!» «Молодежь!» – коротко ответил Пролет. «Нет, дядя!» – начали успокаивать его ребята. «Это же деталь от твоего моста! Мы тебе ее принесли, чтобы его починить!» «Дай в глину!» Пантон взял шар из рук Теодора, достал рулетку, измерил. Потом понюхал, даже попытался укусить. «Но это не от моего моста! И вообще не от моста!» «Материал не тот!» – донеслось из угла, где немногословный Пролет уже возился с какими-то железками. «Где взяли Круглого?» – спросил дядя. «В Эрмитаже! Форточка прилетела откуда-то!» – грустно ответил Теодор. «А, ну я так и думал! Это снаряд с Авроры!» «Давно это было!» – задумчиво пробормотал Пантон. «Так что вам, племяннички, туда, к дяде Норду!» «И вот что я думаю! Пойдете напрямик по дну Невы!» «Точно! Ура!» – закричал Теодор. Тут Федя вставил свое слово. «Возможно, Эрмиты могут ходить под водой, а я вот хоть и не пробовал, думаю, что не смогу. Может, как-нибудь по-человечески доберемся до Авроры? На трамвае, например?» «Что-то робок ты, парень! Нет в тебе эрмитской удали отваги!» – подмигнул Федя Пантон. «Но это дело поправимое! Все за мной!» «На случай, если вдруг захочется пойти напрямик до крейсера Авроры по дну Невы, а может, и еще для какой цели, у дяди Пантона были припасены настоящие скафандры с круглыми шлемами. «Да, кстати!» – вспомнил Теодор перед самым погружением. «Дядя, у нас для тебя почта!» Сердце Феде замерло. Там в рюкзаке всегда находилось что-нибудь необычное. Пантон вынул из рюкзака почтовый конверт с тремя марками. На конверте крупными буквами было написано «Пантону от пролета!» «Спасибо! Жди ответа!» – крикнул дядя и помахал в воздухе письмом. А из глубины моста послышалось «А то!» Вода в ней местами мутная. И чтобы путешественник не заблудился, по дну протянуты толстые путеводные канаты. Так что, если вдруг окажетесь где-нибудь на дне Невы, сразу ищите ярко-оранжевый канат. Никогда не забудетесь. Ребята шли по дну реки, разглядывая огромные старинные корабли, покоившиеся на песке, трюмы которых наверняка были полны сокровищ. Неожиданно над путешественниками повесло что-то огромное, темное-синее, с широченной улыбкой. «Это кит!» – заключал Теодор. «Вот здорово!» Кит игримо помахивая плавником и весело, но неожиданно тонко пропищал. «Ки-ки-ки-ки-ки!» «Ух ты! И часто тут киты плавают!» – воскликнул Федя. «Это первый!» Теодор уже опустил канат, собираясь спуститься вдогонку за китом. «Единственный!» – поправил его Иоанн. «Он заячий остров на плаву держит!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok